На крупнейшей в Восточной Европе агропромышленной выставке Агропродмаш, которая пройдет в Москве уже в октябре, впервые обсудят вопросы переработки овощей и фруктов. Тема для дискуссионной площадки выдана не случайно. Российские поставщики сырья вышли на необходимые обороты, но столкнулись с другой проблемой – нехваткой перерабатывающих предприятий. Как будут исправлять ситуацию, узнала Татьяна Чикина. Рязань расширяет присутствие в сетях в группах соководержащих напитков. В оплотном центре запущена новая линия. Производители уверяют, их товар готов составить конкуренцию и по привлекательному дизайну, и по ценовой политике, и, что главное, по качеству. Самый главный принцип, которым я заложен, это принцип горячего розлива. Температура налива – 95 градусов. Соответственно, мы получаем продукт, где консерванты не нужны по определению. Потому что вам делать консервант на то, что вы и так уже не испортите, бессмысленно. Производительность этой высокотехнологичной линии – 12 тысяч бутылок в час. Оборудование позволяет делать не только сокосодержащие напитки, но и смузики, сель и даже супы. Вопрос насыщения регионального рынка местными товарами сегодня поднял и губернатор Олег Ковалев. Надо создать предприятия по переработке, допустим, они берутся, создают эти мощности по переработке. Раз. Значит, но перерабатывать они смогут те овощи, которые подходят им по сортам, по размерам и так далее. Значит, мы должны увязать работы сельхозпредприятий вместе с ними. В ближайшие несколько лет в Торожиловском районе должен появиться целый комплекс по переработке овощей и фруктов. Контракты намерены запрещать с рязанскими сельхозпроизводителями, которые смогут не беспокоиться о рынке сбыта выращенной продукции. А потребитель получит еще несколько десятков наименований товаров, среди которых полезные снеки, соки и пюре. Татьяна Чикина, Юлий Косоротов, Вести, Рязань.